С начала 2023 года провели инспекцию всех железнодорожных вокзалов и станций в муниципалитете. Проверили их текущее состояние, благоустройство, наличие турникетов, расписания и других требований к качественному содержанию остановочных пунктов. Состояние ЖД-станции – это то, что напрямую влияет на комфорт людей. Десятки тысяч ежедневно ездят на электричках, поэтому важно находиться в постоянном контакте с ЦППК, с РЖД и руководством станции. Обращайте внимание ответственных лиц на жалобы людей и недочеты в работе. Протяженность железнодорожной сети на территории Одинцовского округа более 180 километров. Она включает в себя 41 остановочный пункт, 59 пешеходных переходов и 51 переезд. Ответственные службы совместно с теруправлениями провели полную оцифровку объектов инфраструктуры. Для оценки состояния и наличия элементов обустройства остановочных пунктов разработан чек-лист. На данный момент включает в себя 19 пунктов по таким важным позициям, как наличие пандусов, наличие освещения, ограждения, видеокамер, билетных касс, лавочек, урн и прочее другое. В ходе обследования особое внимание обратили на наличие видеокамер и пандусов, содержание мест общего пользования на вокзалах, а также текущее состояние железнодорожных станций. Все выявленные замечания и предложения будут сформированы и направлены в адрес РЖД и Министерства транспорта Московской области. Андрей Иванов обратил внимание, что этот вопрос необходимо держать на особом контроле. Прошу о проделанной работе, о наших чек-листах и буквально эту презентацию отправить в МТДИ, Министерство транспорта, доложить о том, что мы делаем, о тех сложностях, которые есть пока на сегодняшний день. И давайте через две недели тоже поставим этот вопрос на планерку, посмотрим, какая динамика, надеюсь, положительная. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.